На дорогах Орла все чаще можно увидеть автомобили с необычными номерными знаками. Код региона теперь красуется в желтом квадрате. Владельцы железных коней, да и просто прохожие, такому новшеству удивляются. У некоторых горожан даже возникло предположение, что такой госзнак – не что иное, как особая привилегия для водителей. А нет. Это транзит тип 15. Он введен в этом году на территории Российской Федерации. Похоже, старые, вечно мятые и неразличимые транзитные номера, которые предприимчивые водители умудряются наклеить на тонированное стекло, уходят в прошлое. К новеньким знакам в нашем регионе перешли с 1 августа. До этого выдавали оставшихся бумажных предшественников. Временный автомобильный номер изготовлен из бумаги и покрыт ламинирующей пленкой. Крепится он на то же место, что и железный двойник. Предусмотрены места крепления. Я считаю, что одной из причин введения таких транзитных номерных знаков клея как раз является в виде фиксации нарушений, допущенных собственниками на автомобилях с такой категорией номерных знаков. Степенями защиты госзнак не хвастает. Разве что... Транзитные номерные знаки тип 15, которые сейчас выдаются, они записываются в паспорт транспортного средства и заверяются печатью и подписью должностного лица. Защищен транзитный номер и от недобросовестного водителя. Если тот испортит знак, заплатит штраф в 500 рублей. Если он порват или половина, это равносильно того, что транспортные средства без госномерного знака. Если мы не читаем, то штраф будет, соответственно, согласно административного кодекса. Транзитный номер тип 15 выдается также на 20 суток. При письменном заявлении автовладельца срок эксплуатации продлевается еще на 20 суток. Прежней осталась и процедура получения и стоимость транзита. Частью второй налогового кодекса определена стоимостью госпошлины за снятие с учета с выдачи транзитных номерных знаков. Она осталась, как и прежние, 300 рублей госпошлины. Транзитные знаки для всей России печатаются в пермской типографии. С августа в Орловскую область уже поступила третья тысяча транзитов нового образца. Автомобилисты, кстати, новинкой довольны. Думаю очень удобно. В плане того, что они, наверное, более долговечные. Я не вижу разницы в то же время, в то же время, из-за нервы. Легковые грузовые автомобили и автобусы, снятые с регистрационного учета, станут обладателями ламинированных номеров. А вот мотоциклисты не смогут покататься с новенькими транзитами. Им придется довольствоваться номерами старого образца. Валерия Гавриловская и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.